Здравствуйте! Меня зовут Качёв Алексей, я ученик 7-го Б-класса Политехнической гимназии. Представляю стихотворение Турчениновой Вероники Никитичны. Тагильская земля. Горы есть старинные, имя им рифейские. Древний Нумиторум здесь пояс обронил. Богатствами несметными, природой удивительной. И многими талантами ту землю одарил. Времена далёкие, тайга непроходимая. Не пашут и не сеют здесь вагулов племена. Кочуют и охотятся, богам усердно молятся. И помогает древнему здесь каждая река. От медведя каменя уходили в плаванье струги без шабашного лихого ермака. По приказу Грозного, победа одержимого, расширялась на восток русская земля. Есть гора высокая, помнит веру старую. Для усталых путников уж сотая верста. Согнутыми спинами, сомкнутыми веками, На груди у путников сжаты два перста. Люди шли с нелёгкими судьбами-судьбинами. Беглые, ссыльные, да и киржаки. И нашли пристанище у суровой матери, Жизнь дающей всякому у Тагил реки. Мощь реки огромная, особенно с плотиною. Леса вокруг богатые, столетние стволы. Руды в земле немерено. Каменьями усыпано, как будто самобранкою накрытые столы. К сапог гвоздём подкованный, к земле магнитом склеится. Металлами наполнена здесь мать сыра земля. А камни драгоценные, в работу уже просятся. А вазы и шкатулки тетей душ аж до Кремля. Заводы здесь построили, умелые демидовы. Жизнь началась по-новому, как будто день с утра. И труд тяжёлый, каторжный, любому уготован тут, Чтобы металлом славилась империя Петра. Вот в веке девятнадцатом завод на Чёрном озере Задумали хозяева в реальность воплотить. Но слабую водицию того глубокого озера Нельзя было заводское хозяйство запустить. И за решение верное, строительство канавы там, Хороший мастер вольную навеки получил. Клементий Константинович в истории заводов тех Имя своё славное навеки закрепил. Горы здесь весёлые, реки неглубокие, Чусовая каменка до Тагил-река. Озеро бездонное, пруд черноисточенский, Как благословенна ты, Тагильская земля!